значит мы с вами еще не начали строительство строительство центра для 237 стран но тем не менее почему мы сейчас ну вот почему как бы мы преподносим богослужение ради строительства этого храма значит вступление посмотрите на давида 1 аппарат поминон 29 глава 10 по 14 стихи он заранее он заранее подготовил и пожертвовал все ресурсы для строительства храма то есть храма еще не было чтобы жертвовать но он заранее уже подготовил все для строительства храма то есть вы можете увидеть в том месте списания очень много вот все что он приготовил и он говорил все это мы получили от бога и это мы сейчас отдаем Богу? То есть, то, что Бог дал нам, мы возвращаем Богу обратно. И вот он говорил, что все принадлежит Богу. Поэтому, когда мы с вами подходим к строительству храма, мы начинаем жертвовать после строительства. А мы до строительства все готовим и жертвуем. Подобно Давиду. То есть, как происходит? Значит, большинство церквей они так думают. Сначала надо взять кредит, потом оплатить весь кредит, и потом только мы сможем начать строительство храма. поэтому мы видим, что для них целью является, первое, это заплатить все долги по кредитам, и потом только начать строительство храма. Но Библия так не говорит. Написано, что Давид, он все подготовил для строительства храма, а его сын, Соломон, уже начал строительство и и завершил. То есть, начательство, перед началом строительства храма уже было богослужение жертвенности, когда люди все пожертвовали для строительства храма. Вот это есть по-библейски. Поэтому и мы с вами тоже проводим богослужение жертвенности ради строительства храма. И только потом мы будем уже заниматься самим строительством храма. И вот Бог таким образом он давал нам ответы по сей день. И вот недавно вот один пресс-фитер, он отправил мне сообщение, что строительство, богослужение, посвященное строительству храма и богослужение, посвященное жертвенности ради строительства храма, это одно и то же. И вот, поэтому вот обычно я вижу процесс этого, поэтому я общаюсь с нашими пресс-фитерами, ответственными за строительство. И только потом я готовлю послание. Поэтому внутри вот этого расписания мы сегодня с вами преподносим богослужение жертвенности для строительства храма. поэтому это слово на апрель месяц. Я хочу, чтобы вы молились за строительство храма по этому слову. тема – это строительство центра для 237 стран, наслаждение, ожидание и вызов. то есть, то есть, это и есть тема молитвы наша. местное описание – это вот это очень важное слово пророка Гея, 2 глава, 6 по 8 стихи. то есть, сам Бог говорит, что «Я потрясу небо и землю, море и сушу. Зато «Я потрясу все народы и придет желаемый всеми народами и наполню дом сей славою». То есть, если Бог потрясет, тогда двумя с вами все благословения придут к нам. И потом сказано «Я наполню дом сей славою», говорит Господь Савов. То есть, это не то, что какие-то люди говорят, но это говорит Господь. Поэтому мы можем с уверенностью доверять. И потом Бог говорит «Мое серебро и мое золото», говорит Господь Савов. Говорит Господь Савов. То есть, здесь мы видим, идет повторение «Говорит Господь Савов». Значит, вот когда мне пресс-фитеры, они дают какие-то отчеты по строительству храма, тогда я постоянно так исповедуюсь, «Господь, все деньги, все земли этого мира это Твои. Даже все деньги, которые в банке, это все Твои. Поэтому, Бог отец, благослови бизнес наших бизнесменов. Дай им ответ только уникальности нового творения». «Я так молюсь». И Господь, вот, к примеру, наш пресс-фитер, он занимается недвижимостью, я так молюсь, Бог, ты, пожалуйста, действуй в бизнесе недвижимости нашего пресс-фитера и открой врата царства небесного и излево благословения, чтобы он мог наслаждаться ответами. вот так почему потому что все все принадлежит богу то есть вот я постоянно молюсь за пресвитера таким образом поэтому то что нам необходимо для строительства храма центра то есть вот это все делать пресвитер он и землю купил дал он и сейчас готовит нам чтобы мы взяли долг в банке для начала строительства храма и поскольку все принадлежит богу то все что мы получим от бога то мы и отдаем богу то есть вот сегодня мы с вами исповедуем таким образом и вот на этом исповедании мы сегодня будем преподносить богослужение жертвенности поэтому я желаю что вы тоже так исповедовали богу вот возможно вот некоторые из вас ну как бы вы не понимаете до конца еще что происходит и так далее поэтому вы поэтому вы как бы в замешательстве не понимаете и не и не молитесь за это но я желаю чтобы вы как давид вы заранее могли все подготовить и пожертвовать все заранее первое помните значит нет постоянства в евангелии не было такого случая даже раз в истории когда евангелие она имела бы постоянство и не было в истории постоянства проповедований поэтому видим что всегда приходят бедствия то есть постоянные бедствия не приходят вот посмотрите на на церковь историю на историю церкви посмотрите на историю библии посмотрите на истории мира вот сама вот 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 сама история является свидетельством поэтому израильский народ они сталкивались бедствиями семь раз то есть они не могли иметь постоянство в евангелии как результат они не имели постоянство в движении проповедования Ну, вот есть люди, которые, к примеру, критикуют горницу, еще что-то Ну, такие люди, они не понимают, что такое будет Что будет, если Евангелие исчезнет То есть, вот эти люди, ну, у них и духовные глаза закрыты Значит, они не понимают, что такое трибетствие Потому что только Христос может остановить трибетствие Если нет трех, то есть, если нет Христа Тогда, естественно, трибетствия придут к нам Поэтому всегда Сатана, он делает так Он ослабевает это Евангелие, делает так, чтобы оно исчезло А люди, они находятся на службе у Сатаны, препятствуя Евангелию Как вы думаете, насколько они глупы? Не очень глупы Мне кажется, самый большой глупец в этом мире Это человек, который препятствует Евангелию То есть, после них, их потомки будут терпеть поражение Поэтому, какой человек, он там не был умный и так далее Если он препятствует Евангелию То есть, они потерпят поражение Поэтому не передается... что? Вот эстафетная палочка не передается Что это за эстафетная палочка? Это передать Евангелие и проповедование потомкам То есть, когда вы хотите что-то передать Вы обычно используете вот этот термин Эстафетная палочка И очень жалко, что люди этого не понимают Вот почему мы сейчас с вами строим Вот этот центр с тремя дворами Потому что сейчас очень много в мире церквей Но нет церквей с тремя дворами Нет другими с вами, трех дворов нет Поэтому, вот, мы уже слышали, да, слово Что не было вот этих храмов, где были бы три двора Поэтому Бог, Он нам дает вот это вот понимание И Он хочет, чтобы мы сейчас с вами Вот Подготовили три двора То есть, это то, что Бог желает больше всего Не то, чтобы мы хотим сделать что-то другое Мы молимся так Бог, помоги нам построить центр Для, вот, чтобы там было три двора Вот вы знаете, что желание Желание Давида было построить Вот этот храм с тремя дворами И здесь, и по желанию сердца Бог благословил его очень сильно Но, у вас нет интереса в этом Значит, вот если вы просто это в сердце свое вложите Вот, вот, вкладете вот это желание Уже вы получите благословение Уже вы получите благословение от Бога Вот, к примеру, я тоже очень много Вот этих иностранцев приглашал в Корею Потом мы их обучаем Очень много денег мы просто тратим на отели На перевозки У нас огромные расходы Поэтому вышла такая молитва Бог, помоги поставить центр Куда бы мы могли привозить этих иностранцев Обучать их, чтобы они там отдыхали Но неужели Бог, Он не даст нам ответ Чтобы мы могли поставить таких вот Поставить такой центр И когда вот я молился за это Бог начал давать слово о трех дворах Значит, то есть получается То есть получается Это слово начало приходить через пастора Люгванцу Я уже вместе с пастором Люгванцу я понял И тоже начал молиться за вот это вот За три двора То есть Но я не вижу сейчас церквей Кроме церкви Эммануил Которые строили бы Вот церковь с тремя дворами Центр с тремя дворами Поэтому Бог, Он хочет дать нам вот этот ответ И вот это строительство храма с тремя дворами Это самый лучший шедевр Наивысший шедевр И жертвенность ради этого является Наивысшей ценностью Наивысшей жертвенностью Вот, к примеру Центр для 237 стран Исцеление и саммита Вот мы можем это оставить Как наследие Нашим потомкам То есть мы То есть мы вот взрослые Мы подготовим это И наше следующее поколение Они будут уже в полную силу Вести это служение Поэтому я благодарю за это огромное Огромную благодарность даю Богу И вот я тоже И вот я тоже благодарю Бога Что если Бог бы нам не дал бы Такой ответ Если бы Бог не отправил бы к нам Некоторых людей Вот мы бы не могли бы это вести Служение Ну вот, к примеру Пресвитер Из-за которого сейчас Вот ведется служение Хорошо Он сам сказал Что до этого У меня были трудности Но с того момента Когда он пришел в нашу церковь Начал слушать слово Получать ответы Вот с того момента Бог начал благословить И по-настоящему Поэтому вот он сам осознал Что строительство С этого центра Это Божья воля Так что он сейчас Жертвует собою Ради строительства То есть внутри Вот такого вот расписания Мы вот постоянно Молились И вот мы пришли Вот к этому ответу Значит По сей день Возможно у некоторых Еще нет такого Прям сердца Относительно строительства Центра Поэтому Ну как бы Вы не молитесь Особо за это Но отныне Необходимо по-настоящему Молиться за За строительство Храма За строительство Центра Вот к примеру Вот То есть вот уже Президор рассказал Что мы можем взять Что вот мы Вот как только у нас будет Вот этот Миллион долларов Мы сможем взять Сразу же в банке Вот Вот мы сможем взять В банке В долг Да И вот мы можем Начать строительство Храма Но когда Президор начал Узнавать То он увидел Что под уровень Нашей церкви Вот нам Ну не такого банка Который нам Ну не такого банка Который мог бы дать нам Вот В долг Но Поскольку мы верим Что даже деньги В банке Это тоже божьи Деньги То есть Все равно мы молимся То есть мы молимся И И И И И И я так сказал К тому Президору Ничего страшного Сейчас все наши верующие Молятся За жертвенность Поэтому Ну поэтому В Божьем расписании В Божьем расписании Тем более У верующих есть Слоган То есть они уже Определили Кто Сколько Пожертвуют Поэтому Поэтому Он сказал Что нормально В Божьем расписании И И потом Президору Так сказал Хорошо Давайте сделаем Так Тогда Пусть Когда Пусть Но Вот верующие Они же Тут как могут А я буду платить Проценты В банк То есть Вот так Сейчас Происходит Процесс И И Потом Когда у нас Уже будет Здание Нам Необходимо Будет Тоже Отдельно Жертвенности Жертвенность Ради Интерьера Потому что В центре Будет Очень много Очень много Будет Всяких Комнат Отделов И так далее Поэтому Наверное Пожертвования Верующих Они будут Пойдут Именно На На Сам Вот Моделирование Вот Всех Помещений Поэтому Я так подумал Что Все Что нам Необходимо Делать Нам Необходимо Молиться Необходимо Молиться За пожертвование И Молиться За Пресвитера И Пресвитер Он Будет Таким Представительным Человеком Который Будет Получать Ответ И Строит Поэтому Он Будет Строит Но Когда Мы Будем Молиться За Пресвитера Все Это Устроительство Будет Происходить Это Не Пресвитер Делаем Это Мы Тоже Делаем Потому что Мы Молимся А Он Получается Ответ И Получается Те люди Которые Будут Молиться Мы Все Будем Свидетелями Того Как Бог Действует А Те Люди Которые Не Будут Молиться Ну Потом Конечно Они Просто Удивятся Вау Вот Такой Бог Дал Центр И Так Дал Но Те Люди Которые Будут По Настоящему Молиться За Пресвитера Они Увидят А То есть Вот По нашей Молитве Бог Вот Так Благословил Пресвитера Поэтому Что я хочу Чтобы Отныне Вы Постоянно Молились За Пресвитера Но Имейте Ввиду Это Не Пресвитер Что-то Делает Это Мы Тоже Делаем Поэтому В итоге Это Не То Что Мы Будем Что-то Делать Это Сам Бог Говорит Я Буду Делать И Таким Обратцем Однажды Как Давид Мы Сможем С вами Исповедовать Что Ты Бог Все Сделал Ты Нам Все Дал И То Что Ты Дал Нам Мы Даем Тебе И Ты Прими Себе Всю Славу Вот Это Есть Божья Воля Так Что Теперь Молитесь В полную Силу За Пресвитера Молитесь Молитвой 777 Ради Строительства Храма Значит Мы Видим Триединный Бог Действующий Внутри Нас Вот Мы Так Молимся Да Но Теперь Необходимо Так Молиться Триединный Бог Действуй На На Нашего Пресвитера Ли Вот Так Необходимо Молиться Вот Это Есть Вот Это Молитва За Ходотайс Нам Говорим То Можно Так Молиться Триединный Бог Ты Действуй Внутри Действуй На Всех Наших Пресвитеров То Ему Необходимо Вот Так Молиться То Есть Постоянно Молиться Молитвой 777 Бог Отец Ты Пожалуйста Ты Действуй На Определенно На Месте Строительства Нашего Центра Будущего Вот Так Вот Молитесь То Как Только Как Только Мы Начнем С вами Строительство Центра Конечно Сатанам Будет В полную Силу Препятствовать Нам Потому Что Сейчас Сатана Он Ждет Строительства Этого Центра И Потом Он Будет Действовать Чтобы Не Произошло Строительство Вот Например Есть Такой Город Куми И Там Тоже Церковь Они Начали Недавно То есть Недавно Они Закончили Строительство Тоже Нового Здания Церкви И И Я Слышал Что Внезапно Без причин Стали приходить Люди Жаловаться Почему Строительство Церкви И так Далее И так Далее То есть Как бы Я понимаю Потому Что Часто Люди Они Жалуются На Строительство Вот Этих Высотах Потому Что Они Перекрывают Солнечный Свет И так Далее И так Далее Ну Конечно Когда Вокруг Тебя Проходит Стройка То Конечно Людям То есть Люди Они Как бы Им Дискомфорт Поэтому Они Жалуются Поэтому Они Препятствуют Строительству И так Далее То есть Обязательно Что-то Начнет Происходить Поэтому Нам Нельзя С вами Не молиться В этот Момент Как Только Начнется Строительство Центра Очень Много Будут Препятствий Понимаете Да Поэтому Теперь Молите За Сем Башен За Становление Семи Башен Молите За Действие Триединого Бога Потому Триединый Бог Действует На этом Месте Строительства Вот так Молитесь Затем Пусть Сила Благословений С престола Божьего Сойдет На место Строительства Храма А так же Благословение Престола Благословение Престола Это Благословение Трех Превосходств Трех Жизней И трех Ответов Которого Не было И не будет Затем Молите За То Чтобы Открылись Три эпохи Так же За пять Сил И Молиться За то Чтобы Сатана Который Действует На вселенском Уровне Был Разрушен Во имя Иисуса Христа И Молиться За то Чтоб Мы Могли Увидеть CVDAP Чтобы Осуществилось Так же CVDAP Который Бог Нам Уже Дал Потом Давайте Молиться За то Чтоб Бог Дал Нам Силу Поставить Три Двора И Затем Давайте Молиться За Семь Путешествий То есть Какие бы ни пришли Трудности Необходимо Посмотреть Наоборот В противоположную Сторону Мы говорим Это Обратная Сторона То есть Надо увидеть Ответы В обратной Стороне Необходимо Увидеть Путешествие Дорогу Которую Бог Приготовил В обратной Стороне И затем У нас Есть Десять Тайн Которые Должны Свершиться В нашей Жизни И у Нас Есть Вот Десять Оснований Необходимо Заложить Десять Оснований А Также У нас Есть Пять Уверенностей И У нас Есть Девять Течений Этим Надо Наслаждаться А Также У Нас Есть 62 Аспекта Жизни Благовестника Необходимо Чтоб Это Пришло К Нам Как Ответ А Также Молиться Чтобы Весь Процесс Строительства Был Кэмпом Проповедованием И Затем Нам Необходимо Молиться За Сем Зем За Сем Указательных Знаков Значит Бог Он Всегда На каждом Пути Он Ставит Указательные Знаки Поэтому Нам Необходимо Молиться Чтоб Мы Следовали За Указательными Знаками Первое Это Это Решение Всех проблем На горе Голгов Затем Это Гора Илеон И дела Царства Небесного А Также Действие Которое Было Горельце Марка А Также Ответ Антихийская Церковь А Также В Жизни Команды Апостола Павла Был Поворотный Момент Давайте Наслаждаться О том Чтобы У нас Тоже Был Такой Поворотный Момент И Давайте Молиться Чтобы Мы Как Команда Апостола Павла Получили Водительство Божье И В итоге Нам Необходимо Идти С вами В Рим Нам Необходимо Постоянно Молиться За Вот Это Потому Что Вот Предсвитер Который Будет Займаться Строительством Вот Нам Необходимо Чтобы На нем Были Вот Эти Все Благословения А Благословения Были На Самом Строительстве Храма Давайте Молиться О том Чтобы Вот Эти Все Благословения 777 Они Сошли Чтобы Они Сошли На На Пресвитера И На Строительство Храма И тогда Обязательно Бог Будет Действовать Потому Что Все Что Нам Нужно Для Божьего Действия Это Молитва Ну Я же Уже Говорил Что На самом Деле Ну Честно Говоря Мы С Вами Бедные Люди И Все Что У 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 И Бессилие Но Нельзя Что Вот Эти Вещи Стали Для Меня Основанием Чтобы Опустить Руки И Вот Мы Еще Смотрим На Себя Говорим Ой Я Не Могу Это Делать Вот Эти Вот Вещи Бессилие Бедность Болезни Это Уже Это Уже Нас От Долго Времени Это Древняя Проблема Но Теперь Нам Необходимо Все Вот Эти Вещи Сделать Основанием Сделать Основанием И Получать Благословение От Престола Божьего Поэтому Постоянно Молитесь За Благословение 777 Держитесь И Молитесь И Потом Вот Это Необходимо Все Испытать В Реальностью Поэтому Я Вам Только Что Говорил Недавно Что Настоящий Я Это Галатам 220 Всегда Необходимо Смотреть На Это А Если Я Вот Этого Не Вижу Тогда Я Вижу Себя Я Вижу Себя У Которого Ничего Не Получается Это Не Так Тот Я У Которого Ничего Не Получается Тот Я Я Тот Я Умер Теперь Новый Я Христос Живет Во Мне Поэтому На Этой Неделе Поставьте Настоящую Абсолютную Башню Пять Сил И В этом Молите Чтобы Эти Пять Сил Чтобы Благословения 7 7 Постоянно Сходили И С Этими С Этими Благословениями Входите В Проблемы Пасторю Говорит Тогда Вы Не Будете Видеть Проблемы Вы Увидите Ответ Внутри Проблемы Значит Не то Что Пришла Проблема Мы Молимся За Проблемы Нет Необходимо Чтоб Мы Наслаждались Получали Божьи Благословения И И Встречались Проблемами Поэтому Тогда Вы Будете Во Всем Выходить Ответы Значит Наслаждаться Наслаждаться То есть, если мы будем молиться и сталкиваться с проблемами, тогда мы увидим в проблемах ответы от Бога. Поэтому Божьи ответы, они всегда находятся в проблемах. А люди молятся, чтобы Бог убрал эти проблемы. Так как вы можете выявить Божье благословение? Поэтому такие люди, которые молятся, даже если они заболеют раком, для них это небольшая проблема. Почему же? Я умру, я иду на небо. То есть, для таких людей, для людей молитвы, рак это не основание для жизни, для божьей смерти. Потому что сам Бог говорит, что я покажу вам точное свидетельство. То есть, люди, которые сосредотачиваются на проблемах, они не могут выявить ответы, которые Бог приготовил. Они могут выявить ответы, которые Бог... Божий план, который Бог приготовил. Так что, особенно нашему пресс-фитеру, который сейчас вот-вот уже на грани, чтобы начать строительство. Вот молитесь за него, чтобы он мог испытывать это. Заключение. Поэтому хочу с вами поделиться темами молитвами. Вы просто молитесь за них. Это молитва на апрель месяц. Тема молитвы на апрель месяц. Вот я... Вот я всегда так говорил. Ну, вообще, с самого начала я думал об этом, что надо не просто купить... Ну, не просто купить какую-то, как бы, землю, а именно купить землю в горах. Внизу поставить ресторан. И потом... Вот... И вот там уже на горе поставить вот этот храм. Центр. Центр. И этот... Ну, и уже обустроить все для обучения. Поэтому сегодня мы с вами слушали слово, да, что Бог должен от нам финансы... Рехавор. Вот посмотрите бытие. Благословение 26 главу, 22 стих. Это мы видим, это благословение Исаака. Рехавов. То есть... То есть вот эти вот... Жители Ханана, они постоянно, как бы, завидовали Исааку. Постоянно закапывали его колодцы, ему... Ну, ему мешали. Но Бог написано... Ну, Бог дал ему колодец. Колодец какой? Рехавов. То есть это благословение финансов, мы говорим. Поэтому нам тоже, нам необходима вот... Земля в горах и потом земля, которая возле горы. Только тогда, вот, имея обилие земли, мы можем там и поставить центр для иностранцев, чтобы они приходили, получали исцеление, отдыхали. И тоже оборудовать место для ремнант, чтобы они могли приходить, заниматься. То есть время с вами, чтобы мы могли подготовить три двора. То есть для того, чтобы подготовить три двора, надо достаточно места. Так что Бог, Он даст нам на это. Так что вы держитесь за завет и молитесь. И второе, надо молиться за финансы света. Вот, молитесь за это. Значит, я уже говорил, что нам необходимо начать строительство. Я у тебя говорил, что для того, чтобы... Чтобы начать строительство храма, нам нужен депозит, а это 300 тысяч долларов. Поэтому я так сказал, что... Вот, может быть, сейчас нет еще 300 тысяч долларов. Дайте в банк столько, сколько есть, а остальное мы уже потом дадим. То есть мы дадим пока сколько есть, и это будет депозитом в банке, и потом мы сможем уже получить сумму для... именно для начала строительства. И затем долл в банке. Заем. Значит, что говорит сегодня Бог? Мое золото и мое серебро. Поэтому я так молюсь. Бог Отец. Благослови. Благослови Господь своим золотом, своим серебром. Вот. Бизнес недвижимости нашего... Нашего пресвитера. И... И ты благослови также банк, которым мы будем занимать деньги. И Бог помоги увидеть твою славу. Вот. Вот я так молюсь. Поэтому вот наш пресвитер, если он будет как бы преуспевать в бизнесе недвижимости, тогда тоже ему будет легче взять, зайдем в банк. И вот здесь Бог Он приготовил уже для нас вот эти финансы света. И затем... И затем... Это... Ваша... Ваша... Жертвенность. Индивидуальная жертвенность. И для этого необходимо нам выбрать вот свой слоган. Вы тоже молитесь за свой слоган. За ту сумму, которую вы можете пожертвовать. И вот мы уже говорим с вами, да, что бюджет... Бюджет — это вера. То есть ваш бюджет пожертвования зависит от вашей веры. И запомните, что по вашей вере Бог даст вам благословение. Поэтому так говорим. Вера, молитва, благословение. Например, вот у нас есть стенд. И там написано... Там написано как бы слоганы. Кто сколько даст. И вот есть... Ну там, по-моему... Ну вот максимум это... Вот 300 тысяч. Но кто-то написал, по-моему... Кто-то написал 5 тысяч... 500 тысяч. 500 тысяч. Да, 500 тысяч долларов. Я подумал, о, ничего себе. Наверное, у кого-то хорошая вера. Поэтому у тебя тоже сейчас... У тебя... У тебя сейчас... Каждый месяц у тебя 3 тысячи долларов делаю пожертвования. Почему? Потому что я хочу вот тоже получить больше благословения. И вот вы тоже... Вот вы молитесь постоянно за вашу... Молитесь за то, сколько вы можете пожертвовать. Какую сумму Бог вам приготовил. Поэтому молитва очень важна. И не используйте гуманизм, свои усилия. Просто молитесь. Но что я подчеркиваю постоянно... Вот вы постоянно молитесь за... За молитву 7 башен. И тогда... Вот поставьте башню вот такой молитвы 777. И это и есть метод получить Божьи Болосвейны. И третье. Сегодня мы преподносим богослужение жертвенности ради строительства храма. То есть... Что это за богослужение? Мы... Это как бы богослужение закладывания первого камня. В таком плане... Вот я уже сказал, да, что... Вот... 15 апреля... 15 апреля... То есть мы сможем с вами уже преподнести вот это богослужение жертвенности. То есть мы принесем пожертвование. И мы уже вот начнем... Мы уже будем начинать строительство храма. То есть мы 15 апреля все поедем на землю, которую мы... вот туда... Вот где мы купили землю и будем молиться. Все преподнесем богослужение. И... Четвертое. И нам необходимо обязательно сокрушить все силы тьмы. То есть надо постоянно сокрушать силы тьмы, которые препятствуют нам. Понимаете, да? Когда мы с вами будем молиться, то будут происходить действия Божьи, которые превосходят в пространство и время. Правильно? И сатана действует аналогично. Превосходя в пространство и время, он действует. Например, несколько дней я поехал на то место, где у нас будет строительство. И получается, там живет семейство тоже какого-то известного человека. И вот они как бы сделали это вот он ту землю, которую купили, как бы семейным поместом. Вот семейным поместьем. Поместьем. То есть получается, они там вот облагораживают вот землю, потом деревья. То есть там они преподносят вот эти поминки делают. То есть вот а, я понял. Да, надо молиться, чтобы сокрушать силы тьмы, которые там действуют. Поэтому вот ну когда вы увидите местодействие, вы поймете, почему надо сокрушать силы тьмы. Потому что вот обязательно люди будут действовать, как-то будут там препятствовать. Потому что как только люди видят небольшой ущерб себе, они сразу начинают действовать. И когда люди видят какую-то выгоду для себя, они сразу же начинают сразу вот они начинают вот так вот действовать. Так что нам необходимо иметь то, что все это будет использоваться сатана. и пятое, как я сказал уже, молитесь за председателя, за председателя вот отдела строительства храма, строительства центра, вот особенно за председателя и сангелия. Вот как я уже сказал, мы будем за него молиться, но это не он будет делать, это это мы будем делать, то есть он как бы представляя нас будет это делать, но в итоге сам Бог это будет делать. То есть молитесь вот таким вот образом. то есть если мы будем с вами подчеркивать свою настойчивость, правильно? Тогда обязательно будет действовать сатана, потому что люди пытаются делать добрые вещи своей настойчивостью, но почему они терпят поражение? Потому что они активируют грех. вот я всегда говорю это относительно людей, которые много жертвуют. Вот те люди, которые жертвуют много собой, вот, потом они терпят, вот они потом падают. Почему? Потому что они начинают говорить, что это я сделал, я пожертвовал, я много трудился. Посмотрите, 1 Гриф на 15.10. Что говорит Павел? Ибо благодатью есть то, что есть, и благодать его была нечетна. Я потрудился больше всех, не я, впрочем, а благодать Божия, которая была во мне. То есть вот так надо исповедовать. Поэтому то есть даже когда Павел был в тюрьме, когда он терпел страдания, гонения за Христа, и тогда он не хвастался собой. И хоть он даже потрудился больше других апостолов, что он говорит, не я это сделал, а благодать Божия, которая была во мне. Время с вами Бог, действующий во мне, он все сделал, тогда кому слава? Вся слава Богу. А мне нечему, нечем хвалиться за исключением Христа. Вот такой Павел, 1 Гриф на 15 301, он говорит, я умираю каждый день. А 10 глава 31 стих он говорит, чтобы я не кушал, не пил, чтобы я не делал, делаю все во славу Божью. То есть вы молитесь тоже за Пресвитера, чтобы он получил такой же ответ. Потому что сам Бог отправил Пресвитера к нам, и Бог действует через Пресвитера. Поэтому Бог благословляет Пресвитера, но тем самым Бог благословляет нашу церковь. А если вот это не увидеть, тогда кажется, вот это Пресвитер что-то делает, только великое, а я ничего не делаю. Это не так. Это не так. то есть я молюсь за Пресвитера, но ответ Пресвитера это мой ответ. Это не то, что Пресвитер получает ответ, это мы получаем ответ, потому что мы за него молимся вместе. Потому что сам Бог действует. Тогда кому вся слава, только Богу вся слава. Вот так необходимо, чтобы было. Понимаете, да? Поэтому наши ремненты тоже поступают так. Вот вы тоже можете делать прожитование, но делайте прожитование кому? Богу делайте прожитование. Воскресение. вот я тоже от определенных ремнентов получил прожитование, но я дал это им обратно, сказал вы сами делать прожитование в воскресенье. Тогда вот если вы постоянно будете хвалиться Бога, воздавать Богу славу, тогда сатана не сможет атаковать вас. И таким образом нам необходимо постоянно воздавать славу Богу. Потому что в эту эпоху Бог призвал нас, чтобы мы могли восстановить Евангелие. Бог дал нам эту стафетную палочку, и чтобы мы могли это Евангелие распространить по всему миру. За это мы Богу воздаем огромную благодарность. И для того, чтобы мы могли совершать это служение, нам необходимо помещение. Поэтому нам необходимо здание центра. Поэтому по сей день мы держались за слово, и мы видим, как Бог совершает это слово в нашей жизни. А мы молимся за это. Поэтому мы молимся, мы держимся за слово, ожидаем и наслаждаемся. И когда Бог будет действовать, тогда мы можем начать бросать вызов. Вот это наш метод с вами. Помолимся. Бог благодарим тебя. Господь, спасибо тебе за то, что ты позволил нам наслаждаться благословением строительства вот этого центра для 237 стран Исцеления Саммит. И подобно как Давид получил все от тебя, воздал тебе, отдал все тебе и воздал тебе славу, помоги нам так поступать. И Господь, ты прими вот этот центр, который мы будем строить. И Господь, ты нам все даешь, и все мы тебе отдаем обратно. И Господь, ты прими себе всю славу. И теперь мы держать за завет, помоги нам в полную силу начать строительство центра. Господь, благослови всех наших председателя отдела по строительству, а также всех членов отдела по строительству, благослови, чтобы они все не ухватили лесозавет. И помоги нам послу получить ответ, как ты говоришь, что мое золото и мое серебро. Господь, и ты, пожалуйста, действуй в бизнесе нашего пресс-фитера, а также в всех процессах строительства центра. И, Господь, ты прими, и помоги нам увидеть славу твою. Мы воздаем тебе всю славу, молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.